Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзорников от компании Тикмилы. С вами я, Артур Изятулин. Китайское правительство могло укрепиться в намерениях провести новый раунд кредита на смягчение, как показала оценка активности в сфере услуг от агентства AXIM. Агентство рассчитывает показатели здоровья сектора на основной выборке, состоящих преимущественно из частных компаний по сравнению с правительственными оценками, где вес частных предприятий меньше, которые, соответственно, могут искажать реальную картину при ухудшении экономической конъюнктуры. Согласно отчету коэктивный индекс активности в сфере услуг снизился в апреле с 54,5 до 52,5. То есть почти на два пункта композитный индекс, который объединяет производство и услуги, также упал. В апреле он составлял 52,7, в мае он упал до 51,5. Оба показателя не оправдали ожидания. Индекс экономических сюрпризов Китай возобновил снижение в этом месяце, не сумев развить положительный тренд в данных наблюдавшихся два предыдущих месяца. Тарифная война ухудшает положение более дополнительных перемен внешнего спроса частных компаний, так как в распределении кредитных средств коммерческие банки, естественно, дают их почтение более надежным государственным предприятиям, поэтому они пользуются преференциям при получении кредитов. Общий рост дефолтов по кредитам в экономике Китай повышает, естественно, издержки для частных компаний по привлечению кредитов, не все банки готовы с ними сотрудничать, а для новых фирм становится сложнее получить кредитный рейтинг, так как нормы положительной кредитной оценки, они ужесточаются. Если правительство решит поддержать экономику новым вливанием ликвидности, это может, естественно, оказать дополнительное давление на юаня, однако позитивным, однако кто-то также может стать позитивным катализатором в настроениях на фондовом рынке, не только в Китае, но и за рубежом. Чиновники ФРС также сообщают о готовности рассмотреть меры по сглаживанию эффектов торговой напряженности. Их мнение вчера резюмировал глава ФРС Джерми Пауло во вчерашнем выступлении в Чикаго. Пауло наметнул, что ФРС уже готовит подушку безопасности, если экономическая война с Китаем приведет к столкновению экономики с очередным кризисом. Ставшая уже классическая формулировка сделать все необходимое, чтобы сохранить рост, чтобы сохранить экспансию, звучит одновременно и тревожно из-за специального акцента на угрозах для экономики. Естественно, позитивно, так как реализация рисков пока еще не достигла такого уровня, чтобы поддержка ФРС виделась как пришедшее с опозданием, что, собственно, и подтягивает рынки вверх. Инвесторы восприняли комментарии Пауло как готовность собеснить стакт во втором квартале 2019 года. Пауло также говорил о проблемах перманетной низкой инфляции, которая ограничивает возможности регулятора по воздействию на экономику, на ее выпуск с помощью монетарной политики, с помощью увеличения и сокращения денежного предложения. Обсуждение экспериментов в политике, о которых я рассказывал ранее, привязка ставок, об этом Пауло, к сожалению, не говорил. Он оставил это для, наверное, внутренних обсуждений. Так, видимо, для широкой публики, для оглашения этих экспериментов или предложений широкой публики еще не пришло время. Фондовые индексы закономерно выросли, после заседания Пауло. Индекс доу прибавил, как можно видеть, 2%. Доллар у нас напротив снизился. Он продолжает снижаться и сегодня после заседания Пауло. Естественно, влияет на доллар сейчас беспокоится о потенциальном ускорении роста кредитной экспансии, за счет как раз таки повышения ставок, размер которых, число которых, как предполагается, может достигнуть с 3 к январю 2020 года. И это, конечно же, дает на активы с фиксированной доходностью. Шанс сокращения ставки до июля 2019 года, то есть первое сокращение, согласно фьючерсовому ставку, сейчас составляет 59% уже. Наиболее откровенным в плане предоставления рынком руководства политики стал один из топ-менеджеров Пауло Джеймс Боуэрд, известный своим голубинным уклоном в политике. Он заявил, что Пауло может скоро принять положительное решение по понижению ставки во многом из-за возросших рисков в глобальной торговле. Экономика США идет на рекорд в продолжительность экономической экспансии, включая следующий месяц, текущий объем, текущая экспансия, произойдет по длительности экспансию в последнем десятилетии прошлого века. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Продолжение следует...